Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в 12-й раз. Но из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году он состоялся в новом формате. И если раньше юные футболисты сами бегали по зеленому газону, то теперь управляют виртуальными игроками с помощью геймпадов и клавиатур. Кирилл Шумаков из школы номер 2 Большой Черниговки участвовал в турнире «Лето с футбольным мячом» в разных форматах. Говорит, что больше любит гонять мяч по полю. В киберфутбол играет редко, раз в неделю. Но признается, что это помогает осваивать тактические хитрости. Мне больше нравится настоящий футбол, но легче виртуальный, потому что там есть тренировки, понятные, интерактивные. В FIFA ты можешь играть два часа и уже начинаешь понимать игру. Соревнования начинали более 400 школьников. Друг против друга играли в интернете. После отборочных игр только 26 спортсменов вышли в финальный этап, который проходил на Самаро-арене. А потому не обошлось на этом празднике и без настоящего футбола. На поле, где играют профессионалы, вышли капитаны команд, участвующих в турнире «Лето с футбольным мячом». Им противостояли звезды и легенды самарского футбола. Сегодня Дмитрий Григорьевич Азаров, губернатор Самарской области, сделал нам подарок, футбольный подарок. Сделал возможность, чтобы мы здесь находились на лучшем мире в стадионе, в Самаро-арене. Победители определяли в трех дисциплинах, в зависимости от приставки, на которой играли юные спортсмены. Лучшим участникам вручили кубки, медали и новые геймпады, чтобы было на чем отрабатывать виртуальные приемы к следующему турниру. Организаторы отметили, что планируют теперь проводить «Лето с футбольным мячом» параллельно в двух форматах. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.